Всем привет! С вами снова передача Хаос Мьюзик. Не переключайтесь! Как я уже говорил ранее, многие музыканты пытаются прикрыть недостаток исполнительского мастерства избытком чувства чрезвычайной собственной важности. Во многом к такому положению вещей привело то, без чего многие сейчас и не могут помыслить в своей жизни. А именно интернет. Ведь именно это изобретение человечества, докатившись таки в начале 2000-х до просторов нашей необъятной родины, стало именно той гранатой в руке у обезьяны. И действительно, многие условные музыканты, наткнувшись в сети на творчество, чем-то напоминающее им их собственное, решили поэксплуатировать стиль, который значился в теге. Более того, многие терзатели струн и убиватели барабанов нашли множество достойных групп, игравших в этом стиле, что еще больше повысило чувство чрезвычайной собственной важности. Хотя, как это в основном получается в нашей стране, эти музыканты перепутали теплое с мягким. Такая ситуация постигла абсолютно все коры и альтернативы. Но наиболее клинично в нашей стране эта ситуация отразилась на приставке «Инди». Хотя «Инди-бум», как это ни странно, явился бичом не только нашей страны. Журнал «The Road Magazine» вообще в 2000 году применил к расходившимся инди-группам такой термин, как «Landfill-инди» – «Свалка-инди». Термин говорит сам за себя. Что же такое «инди» на самом деле? Исторически сложилось, что термин «инди» происходит от английского «independent». То есть группы, которые изначально позиционировали себя как «инди», просто записывались на независимых лейблах. И это были действительно классные группы, родоначальники своих стилей. Многим может показаться удивительным, но и Blur, и Oasis, и Offspring изначально позиционировали себя как «инди». Сегодняшних же инди-музыкантов можно назвать независимыми по одной причине. От их музыки не зависит ровным счетом ничего. Давайте лучше послушаем советы о том, как стать хорошим музыкантом в нашей постоянной рубрике «Советы бывалых». Играть, играть, завести железную жопу и по 8 часов играть, играть, играть. Возможностей сейчас мало у людей, в общем-то, столько музыки отдавать времени, но 16 лет, 8 часов и играть. Очень полезно заниматься преподавателем, но я думаю, что сейчас настолько большое количество всяких видео, материалов, аудио, всяческих пособий методических, что преподаватель нужен, разве что, если у человека не получается со стороны оценить свои ошибки, и вот он упирается в какую-то проблему и не может ее решить самостоятельно, то тут, конечно, нужен преподаватель. А так, как бы, материал. Раньше, когда я начинал учиться, у нас была одна видеокассета на всех Дэйва Векла, «Back to Basics», 25 раз переписанная с очень мерзкой озвучкой. И, в принципе, абсолютно бестолковая книжка Станислава Макеевского. И все. А сейчас проблемы такой нет, интернет творит чудеса, поэтому, собственно, надо только заниматься, вот много времени, поэтому посвящайте, чтобы это действительно нравилось. А сейчас, как обычно, вас ждет приятный концертный сюрприз. Ведь недавно в Хадьков приезжали такие мастодонты русского рока, как Чаев и братья Харамазовы, объединенные в патриотическом туре, посвященном началу освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Мы просто не могли пропустить это событие. Я считаю, что совместимо, что патриотизм – это любовь людей к своей родине, к своей истории. Государство зачастую ассоциируется с политиками. То есть политики и государство – это не одно и то же. Поэтому рок, он вполне патриотичен. Вот и все. Поэтому, когда говорят, что рок против государства, я считаю, рок против той или иной системы политической, против той или иной партии. Но он не против людей. А открывал концерт, моему удивлению, хорошо известный младшей части хадьковской публики, перспективный молодой хадьковский музыкант Артем Пивоваров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, сегодня мы празднуем начало. 70-летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня рядом со мной Артем Пивоваров, чей дебют я помню еще в составе группы «Энгер». Тема, как оно выступает на Большой площади? Круто, очень круто, много людей и все по-другому, абсолютно по-другому. Намного живее все и более эмоциональный. Даже так. Тем, по сравнению с Энгером, ну, творчество твое значительно поменялось. В более легкую сторону. Как объяснишь такую перемену? Бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что не все, что бахкает и бургатит, это круто. И не все, где кричат и жужжат, это тоже классно. И хотелось сделать какую-то более свою музыку. Как бы более душевную, по крайней мере, для меня. Кто-то говорит, что я спопсился. Это как бы так и есть, я не отрицаю этого, но я делаю то, что мне нравится. И получаю от этого удовольствие. А после Артема на сцену вышел Александр Чернецкий. Легенда русской рок-сцены. И тут понеслось. Сегодня рядом со мной человек, легенда русского рока. Александр Чернецкий. Любой русский рокер, любой, кто рос в 90-х, не мог не слышать. Его песен. Саша, прокомментируйте свое сегодняшнее участие в концерте. День Победы. Это священный праздник для всего нашего народа. Но в последнее время очень много разъединяют, пытаются какие-то политики разъединить русских, украинских, белорусов и прочие народы, которые побеждали в этой святой войне. Наш тур посвящен великой победе, освобождению Украины в этом году, 70-летию от фашистских захватчиков. Поэтому святой счастье участок в этом мероприятии музыканты взяли и решили приехать. С помощью, конечно, своих друзей. Небольшую помощь, как говорил Рингостар. Поэтому, ребята, всех с праздником, с победой и будем помнить. Мой дед был врагом народа, отец офицером внутренних дел, но я уцелел, хоть и долго болел, но мать меня просит, чтобы я песен не пел. Я ее, конечно, не виню, но что еще осталось нет, только пьяным на руках, а в его родных глазах, без искусственность полистра, так и не поняв, как надо было жить. И даже враг, эй, 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 черный ворот, нас там и все наглеился. Олег, скажите, пожалуйста, как пришла сама идея такого патриотического тура? Как бы совместить понятия рок-музыки и вот таком с патриотизмом, ну это ново, я считаю. Да нет, мы занимаемся этим давно, в 2008 году. С Шевчуком мы делали в Киеве во дворце спорта большой концерт к освобождению их победы. Я думаю, этот тур – это логика продолжения каких-то наших дел прежних. Поэтому, я думаю, не найти человека из другого группы, которому бы тема отечества, родины, победы не была бы близка. Поэтому тут все института никто ничего не придумал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вадимир, прокомментируйте свое участие в этом туре. Тут абсолютно такая честная, понятная история. То, что называется сейчас народная дипломатия, мне кажется, это народная дипломатия в действии. Это, так скажем, какая-то вещь, в которой не приходится сомневаться, что есть. Да, мы живем сейчас в разных государствах, в независимых, у каждого свой путь. Я не пытаюсь никого учить, там, поучать, как нужно делать. Но у нас есть общий отрезок истории, который называется Великая Отечественная война. Есть память о тех мальчишках и девчонках, которые 70 лет назад здесь погибли, вот здесь, на украинской земле. Было бы нечестно просто сейчас как бы это забыть или переписать это все и сказать, что нас ничего не связывает. То есть здесь нет никакой политики. То есть, не знаю, мне просто моя совесть подсказывает, что я сегодня должен был здесь, чтобы не было стыдно перед памятью этих людей. Я думаю, что если бы за нами никто не шел, если бы не было молодых групп, то это было вообще все достаточно бессмысленно. Наверное, это было все похоже на какую-то случайную ошибку. А так как они есть, мальчишки с гитарами появляются, значит, мы свою жизнь живем не зря и сделали что-то интересное. И от несвежих невелика потенка. Правда, вот был армейский дружок уехал. Жители сказочного королевства. Вот так неожиданно по-рокерски Хадьков отметил начало освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. На этом на сегодня у меня все. До скорых встреч. Слушайте хорошую музыку. Смотрите Хаос Мьюзик. На творческий вечер памяти Высоцкого приглашают Владимир Чиж, Александр Довшан, Наталья Афанасьева и другие исполнители авторской песни. Дворец студентов КПИ, 6 декабря, 17.30. Вход свободный. Плох он или хорош парня в горы. Дворец студентов КПИ, 6 декабря, 17.30. Вход свободный. Дворец студентов КПИ, 6 декабря, 17.30. Вход свободный. Дворец студентов КПИ, 6 декабря, 17.30. Вход свободный. Дворец студентов КПИ, 6 декабря, 17.30. Вход свободный.